О главных событиях к этому часу. Надежда Савченко приехала в Донецкую Народную Республику навестить украинских военнопленных. Денис Пушилин связал тяжелую ситуацию вокруг Донецкой фильтровальной станции с излишней мягкостью специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Сирийская армия готовится штурмовать Пальмиру под прикрытием ВКС России. Руководитель Украинского центра освобождения пленных офицерский корпус Владимир Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко посетили 24 февраля западную исправительную колонию в Макеевке. В колонии содержится 34 военнопленных. Им Надежда Савченко привезла посылки от родственников. Надежда Савченко не высказала мнение об условиях содержания пленных. Во время общения с заключенными депутат Верховной Рады пыталась им внушить надежду на скорое освобождение. Однако на адресованный ей вопрос «когда» внятного ответа дано не было. Это ее частный визит, это ее частная инициатива. Она хотела убедиться, она хотела посмотреть и подтолкнуть украинских властей к выполнению минских договоренностей. Мы надеемся, что это будет так. После сообщения о приезде в ДНР депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, украинские карательные батальоны начали усиленно обстреливать территорию республики. А вот в Украине инициативу Надежды Савченко, так сказать, не оценили. Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что ведомство хочет допросить бывшую украинскую военнослужащую по поводу ее поездки на территорию ДНР. Также напомним, что Надежду Савченко осудили в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе. Суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы, помиловал ее президент Российской Федерации Владимир Путин. Ситуация с обстрелами Донецкой фильтровальной станции является результатом наступательных действий украинской армии. Излишней мягкости специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об этом заявил глава делегации ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. Он напомнил, что занятие вооруженными силами Украины буферной зоны, возведение в непосредственной близости от станции блиндажей и военных сооружений – это угроза безопасности ДНР и ее сотрудников. Мы прилагаем максимум усилий и предпринимаем все возможные меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако без решительных действий ОБСЕ она будет оставаться критической. Напоминаем, что в ночь на пятницу киевские боевики нанесли массированный удар по Донецкой фильтровальной станции. Зафиксировано 8 попаданий по объектам ДФС, в частности по складу хлора, хлоропроводу, резервуарам с водой и бомбоубежищу. Руководство предприятия в связи со сложившейся ситуацией приняло решение об остановке работы станции эвакуации персонала. Воздушно-космические силы России пробивают коридор для наступления сирийских правительственных войск на западе от Пальмиры. В свою очередь, армия Башар Асада захватывает новые важные объекты и территории в этой пустынной местности, зачищая от боевиков западные подступы к Пальмире и на востоке провинции Хомс. Также сообщается, что правительственными войсками освобождена Пальмирская башня связи в районе восточного Байарата после короткого боя с отступающими силами исламского государства. После взятия этого объекта армейцы начали обстрел занятых террористами сельхозугодий Аль-Кадий, готовясь к штурму этого важного района к западу от города. Стоит отметить, что данный успех был возможен благодаря большой поддержке ВКС России, буквально сравнявших с землей линию обороны Ингил, что дало солдатам сирийской армии успешно провести наступление. За короткое время авиация нанесла около 40 ракетно-бомбовых ударов.